Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы обратимся сейчас к 47-й главе книги пророка Исаии. Здесь продолжается пророчество о грядущем избавлении Израиля. Здесь снова мы видим, как и в предыдущих главах, насмешки и обличения в безумии поклонения идолам. Но кроме этого еще одно проявляется очень ярко важное свойство вообще этого автора, пророка Исаии Вавилонского. Важное свойство тех текстов, которые он оставляет нам. Дело в том, что здесь все время наблюдается некоторая, не скажу путаница, но смещение лица говорящего и того, к кому обращен текст. По преимуществу, конечно, текст говорится от лица Бога, но не всегда. Иногда, иногда буквально без всякого разграничения, вдруг текст превращается в то, что произносит, скажем, Израиль. Или мог бы, да, то, что произносится от лица пророка. И от лица служителя Господня, Эвед Яхве, от лица отрока Господня, который тоже все время зримо или незримо в этих строках присутствует. Но точно так же адресатом тем, к кому обращается текст, в основном, как кажется, является Израиль, но время от времени и снова без разграничения таким адресатом оказываются вавилонские язычники, а иногда служитель Господень, а иногда, в общем, понятно, что имеется в виду и сам царь Кир, который все время где-то на заднем плане событий присутствует. И, наконец, еще одна важная вещь – это то, что порой совершенно невозможно различить, где обращается текст, тот, кто является автором и тот, кто является произносящим. К кому он обращает текст? К отрку Господню или к Израилю, как к народу Божьему? И часто до такой степени неразличимо это, что, вероятно, это следует считать поэтическим, литературным и, вероятно, богословским приемом Исаии, за которым именно предполагается целенаправленное совмещение лиц Израиля в целом и отрока Господня, не то, чтобы Исаия их не различал. Конечно, различает и еще как, но, тем не менее, некоторая общность в судьбе Мессии Христа и в судьбе народа отрока Господня, раба Господня – это сходство, это воспроизведение общности судьбы, конечно, присутствует. Повторяю, что до такой степени подчеркнуто, это делает Исаия, что нельзя не предположить, что это целенаправленный прием. Но начинается, однако, 47-я глава обращением к Вавилону. «Сойди и сядь на прах, девица дочь Вавилона». И довольно подробно говорится о том, что этой самой тщери Вавилонской, вавилонским язычникам, тем угнетателям, которые пленили народ Божий, вот им теперь нечем хвастаться и возьми жерновами ли муку. Имеется в виду, как вы понимаете, царственная дочь Вавилона, которая там рассказывала всему миру о своем величии, о том, что это она народ богоносец, это самая тщерь Вавилона. Оказалось, мало того, что тщерью Вавилона, так и еще и неприглядной стыдовой. И вот откроется нагота твоя, виден будет стыд твой, совершу мщение, не пощажу никого. Ну, по-видимому, это должно говориться от лица Божьего. Но заключаются эти стихи словами «Искупитель наш Господь Саваоф, имя ему святый Израилев». Таким образом, обращение к тщерью Вавилоновой может быть и от лица Израиля произносится, когда они говорят о том, что вот ты тщерь Вавилона, нечего величаться, слезаясь, иди в грязи, потому что наш «Искупитель» – святый Израилев. Ну и мы уже говорили о том, что «Искупитель» в данном случае – это тот, кто в отсутствии других родственников принимает на себя обязанности близкого кровного родства с рабом и поэтому платит за него выкуп. «Сиди молча и уйди в темноту, дочь Халдеев». «Сиди молча и уйди в темноту». На самом деле это вполне адекватная реакция на человеческую гордыню, в том числе государственную гордыню Вавилона и так далее. «Сиди молча и уйди в темноту». И дальше уже Бог говорит. «Я прогневался на народ мой, уничижил наследие мое и предал их в руки твои». То есть вот тут понятно, Бог прогневался на народ, слова эти говорятся, обращены они к тщере Вавилона, к Вавилонскому царству. Ну и тоже, в общем, ничего нового, об этом было известно из уст предыдущих пророков, что Бог прогневался на народ свой и поэтому вот предал их в руки Вавилонин. Слушайте, ну дальше говорится нечто шокирующее просто, потому что Бог говорит дщере Вавилона, «Я предал их в руки твои, а ты не оказал им милосердия». Какая идея стоит за этими словами? То есть предполагается, что в силу своих каких-то причин по тому замыслу, который есть у Бога, Бог предал в руки дщере Вавилоновой, вавилонского царя, предал израильтян, как, кстати, и множество других народов. Но они предполагалось, что они окажут израильтянам милосердие. Это была война, это было завоевание. Вавилонине туда пришли все из себя вооруженные. И, кстати сказать, выкрикивая псевдо-справедливые лозунги, что там мы, то, мы, сё, а эти, значит, они все плохие. Ну, там, плохие слова в разные эпохи разные, но суть одна и та же. Вавилонине, как нам кажется, совершенно естественно, уверены, уверены, что они вправе карать, там у них сила, не только сила их, кстати сказать, они тоже хвастались, считая, что я справедливаюсь на их стороне. Да-да, вот, карать, угнетать, строить, в смысле, по стеночке. А оказывается, Бог имеет в виду нечто вообще другое. Оказывается, они должны были быть милосердными. И если это не так, то они отрекаются от своей человечности перед Богом. Они оказываются оказываются предателями того призвания, которое Бог даёт этим вавилонинам. Мы-то, кстати, тоже уверены, что зачем же, какое же может быть призвание у вавилонин? Нет, они призваны были оказать милосердие. Они стали этого делать. Не смогли, не захотели, в общем, конечно, не захотели. И на старца налагала крайне тяжкая ига твоё. Бог попрекает вавилонин. Но, кстати, тоже заметьте, если в предыдущей главе скорее пророк от лица Божьего попрекает их поклонением идолам, то здесь, как и у других пророков, скажем, более древних, чем Исаия Вавилонский, Бог упрекает вавилонин вне милосердия, в том, что общечеловеческий принцип сострадания к несчастному, он распространяется на вавилонин и не зависит ни от чего, и не имеет значения, и не обсуждается, во что там эти вавилонини верят. Они могут, грубо говоря, верить в любую чепуху, это не даёт им право быть гадами. Понимаете, вот. И это тоже надо применять к себе. Ничто, ни правота, ни неправота, никакие соображения, не знаю, религиозной, культурной, любой, не дают нам морального права быть жлобами. Вот. Я предал их в руки твои, а ты не оказал им милосердия. Это просто совершенно невероятные, неожиданные слова Господа. Ты говорила, вечно буду госпожою, а не представляла в уме твоём, что на самом деле будет. И поэтому Господь говорит, выслушай сегодня живущее беспечно, что в один день придёт к тебе и потере детей и вдовство, и несчастье и разрушение. Ты надеялась, это по-прежнему обращение к дщери Вавилона, ты надеялась на злодейство твоё, говорила, никто не видит меня. Неважно. Она ведь, дщерь Вавилона, не верит в Бога Израилева. И масса других людей тоже не верит в Бога Израилева. Но это не делает их скрытыми от Бога. Бог всё равно видит, видит правду, видит нравственную сторону поступков. Поэтому невозможно надеяться на злодейство, говорит, а я Бог не увидит, никто не видит меня. Ты думала, говорит Господь дщери Вавилоновой, что я и никто, кроме меня, и вот придёт на тебя бедствие. Так что оставайся с твоим волшебством, с чародейством, внезапно придёт на тебя пагуба. И снова в последних, заключительных стихах этой главы, в нескольких, снова вот говорится о том, что ну пусть вот эти твои наблюдатели небес и звездочёты и предвещатели по новолуниям, ну пусть они спасут тебя. Ты вот вместо того, чтобы чтить единого Бога, вот это всё чтила там астрология, ашмастрология, вот всего такого рода, наблюдатели небес. Ну хорошо, пусть они тебя спасут. А мы, подразумевается, посмотрим, как у них это получится. Снова вот такой вот неприкрытый совершенно сарказм. И дальше говорится, что а вот они как солома, огонь сжёг их, и они не избавили душу своей от пламени. И ещё один важный момент, в самом последнем стихе, то, что Господь говорит, вот ты со всеми этими людьми, адептами, сторонниками, проповедниками разных культов дурацких, языческих, ты столько усиленно это всё потратила, все тебя бросили. Не избавили души своей от пламени, и нет огня, чтобы посидеть перед ним. Те, с которыми ты трудилась, каждый побрёл в свою сторону. Никто не спасает тебя. Потому что реально единственный, кто может сострадать человеку, это Господь, Бог Израилев. и Продолжение следует...